Здравствуйте! С вами Азарей Таркенов. Это программа «Здесь и сейчас». 2019 год президент нашей страны Владимир Путин объявил годом театра. И несмотря на то, что наш главный театральный храм находится на реконструкции, год обещает быть насыщенным на всевозможные творческие мероприятия и постановки. У нас в гостях Вячеслав Маркович Бродянский, заслуженный работник культуры Узбекистана. Здравствуйте! Добрый день! Мы знаем, что вы к нам приехали не просто так. Что-то интересное уже приготовили, рассказываете. С чем связан ваш визит в нашу Карачаво-Черкесию? Ну, опять-таки, я повторюсь, наверное, за вами, потому что 13 декабря состоялось мероприятие, которое посвящено году театра. Путин 2019 годом объявил годом театра. Поэтому в этом году, в 2019, я имею в виду, в следующем, пройдут очень много массово по всей стране театрализованных фестивалей. Пройдет так называемая театральная олимпиада, которая начнется с Ленинграда, пронесется аж до Владивостока. Будет отмечаться ряд фестивальных дней, таких достаточно известных. Это театральная маска. Будут летом собираться актеры со всего мира, со всей страны, бывших социалистических республик, которые обычно приезжают на летние каникулы, и у них идут мастер-классы. То есть масса-масса всего, так сказать, мы должны долго перечислять. И вообще эта программа рассчитана, будем так говорить, до 2030 года. То есть Калягин, это председатель Союза театральных деятелей, они обсуждали с Путиным эту программу. Смысл всего того, что происходит, поддержать культуру отечественную театральную, это раз. И второе, так сказать, поддержать, безусловно, так сказать, внедрить радость от творчества, радость от лицедейства, наверное, среди юношества и детей. Ислав Маркович, как раз я хочу задать вопрос. А вот год театра объявили, потому что как-то очередь дошла, или давно назрел такой острый вопрос? Ну, по поводу очереди. Вы знаете, наверное, так сказать, не секрет ни от кого, что искусство зависело, так сказать, от денег, безусловно. Искусство в самом виде. И Леонардо да Винчи работал у меценатов, сами понимаете. То есть и гении, так сказать, и простые, и все, кто немножко, так сказать, имеет творческое начало в себе, они, так сказать, всегда зависимы от других вещей. То есть искусство всегда датируется и поддерживается. Понятно. Видимо, время пришло, так сказать, диалектично все сосвелось, так сказать, к этому году. И время подошло, будем так говорить, и деньги появились. То есть можно так ответить или нет? То есть вопрос в этом, наверное. Все-таки хотели одно время в 2014 году сделать, так сказать, этот праздник. Это было такое. Коляги, так сказать, давно с этим обращался к президенту. Но, видимо, тогда что-то, так сказать, не срасталось. Видимо, не было какой-то четкой программы. Видимо, не было достаточно силы, допустим, и творческих, и материальных, чтобы провести год на солидном, так сказать, полагающемся образе. То есть у нас театральная школа, по которой учится весь мир. И сейчас это немножко, так сказать, в стороне, но это наше достояние. Это наше духовное достояние. К этому приходили, пришли к этому. У нас огромные есть традиции, огромные школы. Поэтому терять этого смысла нет просто. Это то же самое, что человек отказывается от своего прошлого, как у Чингиза Айтматова в свое время. Он писал книгу, повесть одну. Там человек, так сказать, у него просто нет. Он там... Смысл такой, что, оказывается, в средние века делали что-то подобное лоботомией. Они сажали, так сказать, вот сюда, на голову, желудок бараний. Он сжимал так мост, что человек сходил с вами. Манкурты их называли. А для чего это делали? Это делается тогда, что человек лишался памяти. Это войны. Появлялись войны, которые просто обладали невыносимой силой, так сказать, и могли спокойно, так сказать, убивать кого хотите. То есть смысл всего очень низа Айтматова в это произведение, что человек, который не имеет корней, который не имеет своего прошлого, это уже не человек. Это просто манкурт. Человек, который бездуховный, который человек, который не знает ничего, кроме, так сказать, насилия и смерти. Это вот совершенно прямая метафора и относится к нашему, так сказать, театру. Театр должен существовать, потому что это наше достояние. Мы не можем его забывать. И никогда не должны забывать, потому что это продается точно так же, как, извините, нефть, бензин и все остальное. И в этом плане, что будет год театра, это очень понятное, знаменательное событие. И поэтому хорошо, что, так сказать, наше руководство во главе с президентом это понимает, и коллеги, так сказать, поддерживают. И все это, так сказать, то есть люди, которые занимаются театром, совершенно просто, так сказать, и понятно понимают, что произойдет в 2019 году. Вот если я вам сумел, так сказать, долгоиграюще рассказать, это, наверное, суть того, что происходит. Самое главное, не будем манкурами теперь. Манкуртами. Манкуртами, да. Узнал сегодня новое слово. Очень интересное, кстати. Да, но Ченгис Айтматов давно, так сказать, написал эту всю вещь. Теперь, Карачао-Черкесия, известно, что вы неоднократно бывали здесь, уже ставили спектакли, работали уже с нашими актерами, знакомы с нашим зрителем. Расскажите, как вам впечатление нашей республики, как у нас работает? Я в этом плане достаточно, так сказать, во-первых, я гость. Я не могу ничего плохого однозначно сказать. Поэтому, когда у меня... Но вы частый гость. А частый гость не имеет права сказать правду. Нет, ну, вы знаете, это похоже на анекдот. Конечно, если в рамках передачи, так сказать, возможно, какие-то анекдоты, я немножко отвлекусь. Возможно. В плане того, что это как похоже, так сказать, на такой сомнительный комплимент, когда выходят, так сказать, гости от хозяев и говорят, спасибо большое, очень вкусный ужин, так сказать, особенно нам водка понравилась. Хотя она... Или совсем уже сомнительный комплимент, говорит, такой у вас мальчик красивый, на Гитлера похож. То есть это все сомнительно. Поэтому я в этом плане, так сказать, какой бы я гость ни был, я все равно в гости. Я считаю, что вот мне, допустим, нравятся ваши республики. Я родом с Узбекистаном. И поэтому мне ваша, так сказать, природа импонирует, люди импонируют. Все очень похоже, так сказать. Потому что в других я был странок, во многих. Не скажу, что в качестве режиссера, но в качестве и туриста был. И понятно, что когда в качестве туриста не все замечаешь, потому что время ограничено. Здесь я уже нахожусь достаточно долго, потому что здесь я оставил пять спектаклей. И как меня встречает публика, и как ко мне относятся зрители, и как... Это в русском театре ставили пять. Да, в русском театре, так сказать, если вернуться, так сказать, по поводу работы. Я в русском театре поставил в общей сложности по пять спектаклей, если мне не изменяет память. Это был такой спектакль по драматургу английскому Рэй Куни. И он, она, окно, покойник. Был спектакль Метчелла, называется «С тобой без тебя», драма. Там была комедия-драма. И три сказки я поставил в вашем театре, в русском драматическом театре. Меня пригласил Биджиев Хасан Якубович. С удовольствием принял без всяких стаканбиняков. Посмотрел меня. Мы сработались, я работаю. Сейчас, к сожалению, немножко все застопорилось, потому что идет у вас будет реконструкция театра. Поэтому, так сказать, вопрос, я переключился, будем так, на другую режиссуру. Меня, поскольку меня уже знают, и меня предложили в качестве режиссера-постановщика как раз вот этого мероприятия, которое проходит 13 декабря 2018 года. Это мероприятие как раз и начинается, вернее, как будем так, первый шаг к началу всего того, что произойдет в 2019 году. То есть это открытие, будем так, 2019 года. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Совершенно правильно. Как встретишь, так проведешь. Начинается, вообще-то, все это Федор Волков. Это был первый актер, драматург, очень мощный, так сказать. У него есть театр в Ярославле. Там первый русский академический драматический театр Федора Волкова. Вы сами понимаете, что на самом-то деле театр пришел, так сказать, с Европы. Это, будем так говорить, это не достижение, так сказать, это не... Были площадной был театр, были скоморохи, шуты, маскарабозы, все, что хотите, так сказать. Был уличный театр. А европейская культура принесла в Россию, так сказать, уже тот театр, который мы сейчас имеем. Драматический театр с тем пониманием театра, который сложился в 18 веке, будем так, традиционно он практически не изменился. Другое дело, что Станиславский появился, понимаете, и расширил горизонты настолько далеко и глубоко, что театр превратился, так сказать, действительно в уникальную возможность творить здесь, так сказать, с помощью системы Станиславского, творить с людьми, которые немножко, так сказать, имеют под сердцем что-то, и получать хороший, так сказать, результат, получать настоящий замечательный спектакль. Так вот, что касается меня, я здесь собрал в своей программе, будем так говорить, пять театров, плюс еще Народный театр и Жич. Пять драматических театров, это Русский драматический театр драмы и комедии, это Карачаевский театр драматический, Черкесский драматический театр, Абазинский и Ногайский. Они предоставляют нам возможность посмотреть самые лучшие произведения, вот буквально последних лет, которые у них были, постановки, которые у них были на сцене. Это все было в одном спектакле? Это мы сейчас сделали в одном все программе, то есть мы берем, я сейчас объясню немножко более подробно, чтобы было понятно. Значит, мы берем, допустим, коллектив, просим показать 10-15 минут какой-то отрывок из их спектакля. На родном языке? На родном языке, все на родном. В республике находятся, помимо русских, так сказать, пять субъектов, образующих нацию. Поэтому на каждом своем родном языке нам дает возможность насладиться каким-то отрывком. А выбирают этот отрывок они сами? Они сами, то есть возможность, я так говорю, мое дело, будем так, сугубо постановочное. Я беру ваши отрывки, так сказать, пытаясь понять, как их соединить, потому что существуют определенные правила постановочные, пытаясь их объединить, пытаясь, так сказать, где-то вклеить музыку, где-то, так сказать, посмотреть входа-выхода. Но, так сказать, ну, по большому счету, выбор за вами. Дайте самое лучшее, что у вас есть. И каждый театр на своем родном языке берет какой-то спектакль, берет какую-то часть из этого спектакля и дает мне. Более того, мы в самом начале выводим наших актеров. Что значит актеров, что значит режиссеров? То есть у любого театра существует трупа, так, творческий коллектив. Творческий коллектив начинается с главного режиссера, главных художников, если есть балетмейстер и так далее. Потом идут актеры. То есть все творческие трупы всех театров выйдут на сцену, на 100 человек поднимаются на сцену. Зрелищно. 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 А вот представьте себе, 100 прекрасных, так сказать, одаренных, талантливых людей в красивой праздничной одежде поднимаются на сцену. Поименно их все называют. Пускай это будет, это пускай долго, но, извините, страна должна сдать своих героев, в конце концов. Не каждый раз собирается, так сказать, много людей на одной сцене. Поэтому пять театров собираются, они представляют все свое лицо, представляют творческие трупы, будем так говорить. И поименно их называют, а дальше начинается уже, так сказать, показ отрывков. Вот такая программа. Вы работали с нашим русским театром, есть опыт. А теперь, я так полагаю, что впервые столкнулись с нашими национальными театрами. Вот на разгляд, какой у них уровень? Я, опять повторяюсь, я человек не в плане, так сказать, сейчас обсуждать, так сказать, может, рамки передать, может, потому что меня так воспитывали. Я не могу говорить об уровне этого театра в плохом качестве, понимаете. Можно, и потом я никогда не говорю, профессионалы так не говорят. Вот у меня очень часто задают вопрос. Извините, конечно, так сказать, немножко отвлекусь в сторону, прежде чем ответить на ваш вопрос. У меня спрашивают, как вы считаете, назовите свой самый лучший спектакль. Я говорю, а что, вот скажите, пожалуйста. А у меня такой следующий вопрос был. Вычеркиваю. А назовите, пожалуйста, я говорю, что вам больше нравится, левая рука или правая? Ну, как можно у человека спросить? Я поставил, допустим, 100 спектаклей. Я их действительно поставил. 100 спектаклей? Да, я 100 спектаклей поставил. Но, условно говоря, плюс-минус, может, два туда-сюда. То есть я поставил почти 100 спектаклей. Я ставил и классику, я ставил Пигмалиона Бернарда Шоу, я ставил Ромео Джульетта в Киргизии в Бишкеке, я ставил Растана, допустим, в Академическом театре в Ташкенте, я ставил Островского у себя, я ставил Шукшина. Что только... Вопрос опять. Я подхожу как профессионал честный к своей работе. Вот могу это сделать, я это делаю. И сразу задается вопрос. А что вам больше нравится из этих 100? Это сложный вопрос, поверьте. Если бы у меня было их два, я бы вам сказал, да, мне нравится первый или второй. Но когда ты ставишь по-честному, так сказать, один спектакль, второй спектакль, третий спектакль, четвертый спектакль и так далее, и так далее. Очень сложно сказать, а что лучше? Поэтому, если у профессионалов задают такой вопрос, я вам скажу такой ответ, так сказать, по поводу театральных труб, по поводу театральных коллективов всех остальных, так сказать, национальностей. Это что касается не русского, а всего... Я хочу сказать, что на самом-то деле у всех огромный потенциал, огромный потенциал. Опять-таки, все люди, понимающие, они в любом случае находятся в атмосфере той самой системы Станиславской, о которой мы говорим. В любом случае они проходят какое-то обучение. Потенциал большой, огромный. И мне кажется, что благодаря этому потенциалу можно делать очень хороший спектакль. Я говорю, уровень сегодняшних, так сказать, я не все видел, но уровень сегодняшних, так сказать, театров, он очень интересный. При всем при том, что по большому счету, как говорят, действительно люди служат искусству. Служат, потому что я знаю, какие у вас здесь в регионе зарплаты. Они служат. Эти актеры служат, потому что в другом месте он бы не смог работать, у него болело бы сердце, понимаете, он болел бы всем, было бы неинтересно. А эти люди приходят на работу. И я считаю, что каждый театр, каждый театр в республике, он достоин своего места, достоин. И более того, если бы не было бы тех театров, республика бы сильно обеднела. Когда дома не слышно улыбок, когда дома не рассказывают друг другу хорошие, интересные истории, когда дома, понимаете, не плачут, когда грустно, когда дома живут без чувств, дом умирает. У Льва Николаевича Толстого есть волк рассказ. Почему волк умирает? Потому что он сел на пригорок под солнцем, и он уже ничего не хочет. Он не хочет любви. Он не хочет есть, он не хочет пить. Он ничего, просто умирает. Когда кончается желание, тогда приходит смерть. А желание всегда, когда человек в творческом поиске, когда человек ищет что-то смысла жизни, когда человек хочет чего-то нового. Это все, так сказать, можно автоматически перенести на театр. Есть театр, жив человек. Нет театра, но извините. Кому рассказывать историю, если не театралом? Кто этим будет заниматься? Кто будет поддерживать, так сказать, куда мы будем стремиться? Какие стихи мы будем читать? Чем мы будем заниматься? Вячеслав Маркович, я не буду вас спрашивать, какая у вас любимая постановка, но спрошу вот что. Все-таки что ближе вам? Комедия или драма? Все-таки есть какие-то же наверняка предпочтения? Поймали все-таки вы меня. Вот что ты сделал. Я сейчас объясню. Объясню, так сказать, я уже объяснял, так сказать, но эту тему я тоже проходил. Ситуация какая? Следующая. Когда в свое время я делал спектакль на четвертом курсе. У нас был мастер, народный артист СССР Шукрат Аббасов. Шукрат Аббасов снял, если помните, такой фильм «Ташкет, город хлебный», «Ты не сирота». Ну, может быть, вы не будете врать, так сказать. Но были такие достаточно известные. Огненные дороги Хамзы. Он был народным артистом. С СССР уже в 50 лет ему дали, так сказать. Я у него проходил мастерство актера. На четвертом курсе в этой мастерской нам было задание сделать отрывок из какой-нибудь пьесы. Одноактный, так сказать, не ваш. Где вы будете и актером, и режиссером. Я делал спектакль Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке». Мощнейший абсурдист, гений вообще, драматург. Гений. То есть, о котором, ну, гений, одна из книг, которая, так сказать, в перечень, чего надо прочитать за свою жизнь. Что случилось в зоопарке? Там ситуация достаточно напряженная. Ситуация рассказывает о полном отчуждении, одиночестве одного героя, который в самом конце кончает с собой. Он просто в разговоре с другим спитером, так сказать, он говорит долго-долго, пытается ему рассказать про свою жизнь. Пытается рассказать, что ему плохо, что он живет один, что за стеной неизвестны какие-то негры. И что бывают такие ситуации, когда он просто разговаривает с тараканом, который ползет по стенке. И ему не хочется его убивать только потому, что он хочет с ним поговорить. И он выходит на улицу и пытается, так сказать, говорить с дождем и все так далее, и так далее. И кончается все очень плохо. Он садится на нож. И вот. И я не только как режиссер был, я еще и был актером. И с того момента, когда, так сказать, в течение последних, так сказать, двух месяцев перед работой, как показал, я покрылся весь с аллергическими волдырями. Я спал по три часа. Я чесался. Я не мог заснуть. Я готовился. Я готовился умереть. Работа актера предполагает полное вживание в роль. Вживаться в это, так сказать, предполагается и режиссер. Режиссер тоже должен понимать своих героев. Поэтому для меня, допустим, с тех пор, такие спектакли, как военная тематика, где там много смертей, я их могу делать. Но после этого мне очень тяжело. Физически. Физиологически. На физиологическом уровне. Я не могу отойти до этого. Есть такой спектакль, Дударево, рядовые. Последние годы войны, 45-й год. Люди в течение пяти лет убивали. Вот завтра будет мирное время. Вот представьте, вы убивали людей. Вы убийца. Выходите в мир. Что делать? Вы ничего другого не умеете. Вы вызвали 18 лет, 23 года. Кроме штыков работать и кому-то горло резать. Вы ничего не можете. Достаточно сложная проблема. Перейти на мирное время, понимаете, это невозможно. Женщины, которые, так сказать, относились к собственной любви, как на один день романс, грубо говоря. Пришла, полюбила. Завтра детей рожать. Завтра другое все. Завтра не надо умирать. Вот такая проблема чисто экзистенциалистская, понимаете, с вопросом большим. И там эта проблема решается. Так вот, я этот спектакль делаю. У меня герой погибает. У меня очень хороший там герой был. Он у меня погибает в самом конце. И второй погибает. Понимаете, очень много, так сказать, смертей. Я когда сдал спектакль, я две недели пил. Не потому что я алкогольничаю. Я просто хотел вытравить из себя все. Просто вытравить. Чтобы проснуться, уже ни о чем не помнить. Просто, чтобы не помнить ничего. Для меня это было очень серьезным испытанием. Поэтому понятно, что я отвечаю на вас вопрос. Я больше люблю комедии. Вячеслав Маркович, я хотел бы поговорить о системе Станиславского. Прошло уже несколько поколений театралов. Прошел практически век. Сейчас даже примеру, если посмотреть на правила дорожного движения, при сдаче экзамена, уже они другие. Потому что время поменялось. Ситуация на дорогах другая. В театре ведь зритель тоже стал другой. Удивлять стало тяжелее. Уже требует зритель другое. Насколько эта театральная база осталась актуальной? И насколько эта система по сей день полезна? Вопросы еще раз пытаюсь объяснить. Что касается вопроса, мне вопрос ваш понятен. Что много форм появилось, которые могут спокойно соревноваться с театром. Но вы знаете, что на самом-то деле, что касается кино. Кино, понятно, упростилось. Там жанры появились свои. И интереснее смотреть кино, нежели прийти в театр и смотреть. Как в анекдоте. Как один кинематографист, режиссер кино, говорит другому. Пойдем в театр, посмотрим сегодня спектакль новый. Говорит, ты что, с ума сошел? Говорит, с одного места. Говорит, общим планом три часа смотреть. Говорит, общим планом. Ну, понятно, да, так сказать. Понятно, что это все, так сказать, вызывает всякие вопросы. И понятно, что есть ли какая-то... Есть ли что-то в театре такое, что остается вечным? Есть. Я сейчас объясню, почему. Система Станиславского... Что такое система Станиславского? Она позволяет актеру передавать свои чувства. Вам интересны чужие чувства? Интересно. Вы сопереживаете другим чувствам? Да. Вы когда кино смотрите, у вас есть герой, антигерой. Или протагонист, антагонист, как их называют. Вы когда в этой драматургической коллизии смотрите на это, вы сопереживаете герою? Сопереживаете. Если он играет честно и по-настоящему, если у него слезы настоящие, они нарисованы глицерином. Если, так сказать, он живет этим, если он страдает. Вы ему сопереживаете? Да. Если это так происходит, значит, театр будет вечен. Как только человек перестанется переживать другому человеку, театр прекратит свое существование. Ну, я думаю, и человек, наверное, прекратит свое существование. Значит, я думаю, что система Станиславского, что она делает? У нас два вида театра. Есть театр представлений, есть театр переживаний. Мы все воспитаны на театре переживания. Это тогда, когда актер по-настоящему, с репетиции в репетиции, спектакль в спектакль, производит одни и те же ощущения, одни же чувства. Он переживает одно и то же. Плачет по-настоящему, смеется по-настоящему. Ничего не показывает. Театр показа, так сказать, театр представлений, он немножко другой. Начинается с этого, а потом все переходит на форму. Все показывает, так сказать, все. Это как вы, наверное, не знаю, как вы любите мексиканские сериалы или мыльные оперы, когда все так говорят. А внутри пусто-пусто, понимаете, здесь ничего не происходит. Глаза пустые, а это как, понимаете, в голодный год. Открыл холодильник, там нет ничего. Точно так же, я считаю, актер с пустым холодильником. Но он все горит, у него все горит, он целый улыбается, играет лицом, все показывает, все вот такое вот. А на самом деле здесь пусто. Нет ничего, ни психофизического самочувствия как такового, ни темпоритма как такового. Ничего нет, пустота. Нам интереснее, когда это все наполнено. Когда человек по-настоящему это видит. Когда он слышит, когда он чувствует. Это все делает система Станиславского. Вот теперь вопрос. Вопросом на вопрос. Нужна ли эта система или нет? Я думаю, что нужна. Я думаю, нужна, потому что она воспитывает много поколений. Я думаю, нужна только потому, что кино то же самое эксплуатирует, допустим, театрального актера. Ни один актер, не прошедший школу, никогда вам в кино не заплачет. Потому что психотехника у него никакой. Только человек, обладающий психотехникой, знающий, что это такое. Как отыграть, что такое оценка, что такое темпоритм, что такое психофизическое самочувствие, что такое зерно роли, что такое атмосфера, что такое амплуа, что такое жанр. Человек, не прошедший через это, он ничего вам не сыграет. Поставьте сейчас меня за станок, за фрезерный. Нет, я разберусь, конечно, потому что у меня еще одно образование. Я институт второй еще закончил, первый или нет. Я был металлофизикой у меня, я институт стали и сплавов закончил в свое время, московский. Да, у меня два образования. Интересно. Да. Поставьте меня сейчас, допустим, за фрезерный станок. Или скажите, что за марка стали, да? Давайте начнем, так сказать, обрабатывать на этом фрезерном станке. А я говорю, а как он работает? Отдайте мне инструменты, отдайте мне то, отдайте мне... Мне надо научиться чему-то делать, правильно? Или я, как все, подойду и начну себе пальцы вставлять, понимаешь, резать их. Нет, мне надо научиться. Так вот, эта школа предполагает высший пилотаж. Система Станиславского, обладающая системой Станиславского, это высший пилотаж. Что касается, возвращаясь к кино, в кино только эксплуатируют этих людей. Актеров там эксплуатируют. Просто режиссеру некогда этим заниматься. Он пришел, так, мне нужна актриса, заданная, так сказать, амплуа, заданная характерностью. Поехали. Вот здесь ты будешь заплакать. Должен заплакать. Вот здесь ты встань, пожалуйста, повернись к нему и медленно скажи то-то, то-то. То-то, то-то. Здесь это... То есть эксплуатация происходит. А в итоге зритель сейчас что видит? Каждый день фильмы-однодневки. Забываешь не то, что актеров, название этих фильмов. Все, сегодня показали, завтра забыл. Тратят огромное количество, колоссальное количество денег. Правильно вы совершенно говорите? Просто такой конгрейер пошел. Вы совершенно правильно говорите, да. Я почему поэтому следует сказать за вами в том же самом направлении. Я тоже говорю. Ну как это можно смотреть? Что это дает сердцу и уму? Вообще-то мыльные оперы появились. Вот то, что у нас сериалы бесконечно снимают. Мыльные оперы появились, извините, в прошлом веке. Тогда появились стиральные машинки. Что такое мыльные оперы? То есть жена остается дома, детей провожает, мужа провожает, муж все приносит домой, а жена начинает стирать, убирать, хлеб резать, борщ варить и все остальное. В этот момент включается телевизор, работает стиральная машинка, мыло, мыльная опера пошла. И вот она может этот сериал слушать с любого конца, с любой комнаты, где она убирается. То есть она может даже не заглядать там в дом Педра, что сказал, так сказать, и все. По такому же принципу сейчас все снимается. То есть людей усаживают и превращают их в зомбируют, грубо говоря. То есть казалось бы, да, вот идет фильм, да, какие-то чувства, но на самом-то деле там нет ничего. Там пустота тоже. Пустота, пустота, пустота. Это очень плохо. Более того, на это идут специально, так сказать, существует много, понятно. Много женщин, которые сидят дома, много, но это отупляет. С года в год идет отупление такое небольшое. Отупление, отупление, отупление. Но опять-таки вопрос к тем актерам, которые работают. Там профессиональные актеры работают на самом-то деле. Просто может быть нехватка времени, может еще что-то. Они по поверхности плывут, ничего не вкладывая, ничего не в думая. Но такое сейчас у нас время. Но в любом случае, я вам скажу честно, у нас актеры гораздо лучше работают, чем, допустим, мексиканские или индийские. Я вам сразу говорю, понятно, да, что это значит. В любом случае, наших актеров больше чувства и правды, понимаете, чем, допустим, в тех же самых мексиканских сериалах или в индийских. Где одни танцы, понимаешь, и глаза вот так, на выворот. Вячеслав Маркович, вы очень интересный собеседник. Хотелось бы очень много тем еще обсудить, но, к сожалению, время не позволяет. Но один вопрос я таки успею задать. Как все начиналось? Вы сказали, что вы имеете также второе образование, техническое, институт Стали. Из Плава. Из Плава. И как вы совмещали все это с творчеством? Значит, я закончил, в 17 лет закончил школу, поехал в Московский институт Стали, поступил. В 17 лет, в 20 лет... Это был ваш осознанный выбор? Да, я был осознанный выбор. Я занимался неплохо. Я до сих пор, так сказать, знаю. Я могу подготовить любого школьника, значит, по физике, по математике, даже сейчас в институт, без проблем. То есть, хорошая база была. Москва вообще очень хорошее образование, да, по сравнению с другими. Это я уже прошел, потому что знаю. То есть, московское образование считается самым крутым. Ну, на сегодня... Это такое слово, тогда его не было, крутой еще. Вот. Поэтому я поехал, так сказать, занимался физико-математической школе. Я с 8 класса участвовал во всех олимпиадах. Знал неплохо физику, математику. Я поехал, так сказать, хотел стать... Была такая профессия металлофизиком. Но на 3-й, на 4-й курсе закончил институт. Мне было 21 год, 22. 21 год я был уже достаточно приличным инженером. Работал на всех электронных микроскопах. У нас была самая крутая электронная вычислительная машина. Правда, не такая, как компьютеры сейчас, а такие, знаете, которые все комнату занимают. Но сейчас таких нет уже. Это все прошлый век. Закончил, но на 3-м курсе очень увлекся импрессионистами. Не знаю, почему. Не могу сказать, что произошло. Не театр, а просто искусство импрессионизма. Хлот Мане, Гоген, Ван Гог и так далее. Потом экспрессионист был. То есть, живопись, так сказать, не важно. Живописью достаточно много. Даже читал своим однокурсиком на 3-м курсе лекции. Ходил в Пушкинский музей, читал лекции. Что я там увидел и как мне это потрясло. А потом понимал, что меня больше и больше влечет искусство. Но я не знал, куда себя-то сказать. Я не умею ни играть, ни петь. Голоса у меня нет. Ничего не умею. Зато я подумал, а почему не режиссером? Почему, так сказать, это же очень интересно. На самом деле оказалось очень интересно. Я вот мое мнение, я считаю, что это самая интересная профессия в мире. Самая интересная. Вот для меня. Я много что в жизни перепробую. Она считает, что самая интересная профессия в мире – это режиссер. Я это называю общение с Богом. У меня пустая сцена. У меня ничего нет. Я прихожу, мне никто не подсказывает. Ни мама, ни папа, как это сделать. Я прихожу и создаю живую жизнь. Новую. А не хотелось быть на сцене? На сцене? Ну, я играл в свое время, так сказать, без проблем. То есть у нас есть же курс актерское мастерство. У всех режиссеров есть еще дополнительная дисциплина, мастерство актера. Мы все обязаны пройти через это. Мы все играем. И потом в свои спектакли, когда я приезжал, был там главным режиссером, так сказать, в начале, когда я был очередным режиссером, мне предлагали, я играл. Не было каких-то актеров, я заменял их. То есть был и на сцене, играл и на сцене, понятно. Но я, будем так, комедийный актер, мне эти роли больше даются. Хотя, в принципе, опять из того же самого смысла, что тяжело играть, работать, все время на острее боли, понимаете. Испытывать боль постоянно, не всем этого нравится, не всем это хочется. Ну, вот так. Вячеслав Маркович, огромное вам спасибо за интересную беседу. Пожалуйста, не за что. А я напоминаю, что 2019 год объявлен президентом нашей страны годом театра. Поэтому любите театр, ходите в театр. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова